Так, сегодня мы наконец-то, в общем, у нас доклад по шестой главе Хорстена. И, ну, в общем, он в очередной раз нам тут напоминает, что вопросы реализма, антиреализма, математических структур он оставляет в стороне. Он говорит, что вернется к ним через одну главу, и здесь он предпочитает сконцентрироваться на развитии взгляда на природу математических структур, причем вот он говорит, что это отличается от всего того, что было написано. Не то, чтобы я прям сильно много читал по этой теме, но как бы да, видно, что это что-то другое. То есть, там, у Шопера я, например, такого не видел. И он пользуется в том числе его примерами и говорит, ну, использует примеры, которые представляют трудность для позиции Шопера. Вот. Ну, собственно, поехали. Основные тезисы вообще того, что он собирается представлять. Он предлагает теорию математической структуры, которую рассматривает неполноту математических объектов как форму произвольности. Ну, то есть, как уже неоднократно было сказано, он пользуется теорией произвольных объектов Файна, и для него произвольные числа, ну и для Файна, это парадигматический пример произвольных объектов. Вот. Но есть такой аспект, что конкретные натуральные числа, они антологически априорные. И поэтому непонятно, как это вообще может согласовываться с арифметическим структурализмом. Вот в прошлой главе он сказал, что он в ней старался продемонстрировать, что понятие системы, оно фундаментально для математического структурализма, причем неважно, иллюминативного и неэллюминативного. Вот, более того, в неэллюминативном структурализме структура – это сущность, которая экземплифицируется несколькими системами. И он, Корсен предлагает начать с понятия системы, как расположение объектов. Ну, то есть, вот, произвольные объекты – это сущность, которая может находиться в состоянии быть конкретным объектом, так и произвольная система. Это такая произвольная сущность, которая может находиться в состоянии быть специфической системой, то есть расположением каких-то объектов. Пространство состояния произвольной системы, оно множество от этих систем, которые друг к другу изоморфны. И мы говорим, что в таком случае произвольная система является генерической. Ну, еще он говорит, что математические структуры – это генерические системы, и, в общем, наоборот. И в математических объектах, которые таким образом понимаются, мы можем найти те, которые нужную неполноту демонстрируют. И вот сам Хорстин заявляет, что те теоретические модели, они достаточно точные, чтобы уловить математическое содержание философского подхода. То есть они позволяют распознавать средства и свойства философского объяснения, хотя и не сразу очевидны. Но делать такую уговорку, что когда он предоставляет модель, это не значит, что он предоставляет какую-то антологическую редукцию. Вот, как он сам заявляет, это глава. И следующее – это такие упражнения в аналитной физике. И цель состоит в том, чтобы получить более глубокое понимание математических структур любыми полезными средствами. Даже если это использовать теорию множества, например, для того, чтобы эти модели построить. При этом не проводя никакой антологической редукции математических структур. Вот. Ну, далее он, значит, переходит к модели честных костей. Честные кости – это вот именно математическая модель бросания кубиков. Да, подчеркивается, что это не физическая модель в том плане, что физические кости, они не идеальные, у них может какая-то грань быть тяжелее. И он рассматривает такую идеальную модель, математическую, ну, самая привычная модель, как пример, из теории вероятностей. И вот он говорит такую штуку, что одна честная кость – это произвольный объект, абстрактный объект, который может находиться в одном из шести состояний, вот равновероятным образом. Там, там, вероятность того, что выпадет каждая грань – это одна шестая. Это понятно. Далее он говорит, что вот у нас есть две частные, ой, честные кости. Это тоже произвольная абстрактная система, но не произвольный абстрактный объект, который, вот эта система состоит из двух абстрактных объектов, которая может находиться в одном из тридцати шести состояний с равной вероятностью одна тридцать шестая. Но вот это, я не написал, что это не генерическая система. Тут, видимо, он, как бы, подчеркивает, что абстрактная система не является абстрактным объектом. Ну, я так полагаю, исходя из того, что у нас не бывает составных абстрактных объектов, да, или нет. Нет, почему вот он там пишет, не то, что он, кажется, пишет, что это скорее абстрактная система, а не абстрактный объект. Ну, почему? Вот это что у нас не бывает композициональных абстрактных объектов, что ли, или что? Можете мне кто-нибудь объяснить этот вопрос? Что-то я не понимаю. Честно сказать, я затрудняюсь ответить. Окей, ну вот примем как данность. Давайте тогда, можете соглашаться с моим допущением, можете не соглашаться, но допущение такое, что, видимо, не бывает композициональных абстрактных объектов. Вот, и он говорит, что вот это не генерическая система, потому что состояние не изоморфное, да, и частота исходов в длинных последовательностях бросков обыкновенными физическими костями, не идеальными, она, он говорит, хорошо моделируется с помощью рассуждений о честных костях. И если физические кости, они тщательно сконструированы так, что они как можно там более однородны по плотности и как можно более симметричны, то частота исходов в длинных сериях бросков, она, ну, будет близка к 1.36. Вот. Таким образом, теория произвольных объектов дает прямую интерпретацию некоторых из наиболее базовых элементов теории вероятностей. Но он дальше пишет такой момент, который я совсем не понял. Он говорит, что система из двух частных костей не является математической структурой. Я не вполне понимаю, почему. То есть, вот он дальше там приводит объект, ой, фрагменты из именования необходимости. Я его тут приводить не стал, потому что он, на мой взгляд, не проясняет, как бы, суть. То есть, вот, ну, есть такой момент, да, что когда мы бросаем две кости, у нас в, как бы, при бросках настоящих костей, да, если мы берем два настоящих кубика, то мы качественно не можем различить исход из упорядочной, ну, исход, где у нас есть упорядочная пара 1-2 и упорядочная пара 2-1. Ну, то есть, для нас это как бы одно и то же. Но почему, черт подери, система из двух частных костей – это не математическая структура? Он это заявляет и потом говорит, что да, это не математическая структура, но это относится к теории вероятностей, а это часть математики, а значит, математика занимается не только математическими структурами. Вопрос, почему система из двух частных костей – это не математическая структура кто-нибудь, в общем, может мне это объяснить? Или это как-то, в общем, следует из того фрагмента Крипке, который он приводит? Там Крипке пишет, да, что почему мы рассматриваем 36 возможностей, да, а не 21, как если бы мы, ну, не различали бы 1-2 и 2-1. Но я что-то не помню. Ну, мне кажется, она не является структурой, потому что они не определяют друг друга. То есть в структурализме предполагается, что позиции, не обладая уже сущностью какой-то, они задаются отношениями только друг к другу. А здесь, если эти два кубика мы бросаем, они, в общем, никак друг друга не определяют, у них нет отношения, зависимости между собой. В смысле, что, как бы, вероятность выпадения очков на одном кубике не зависит от того, что выпало на втором? Ну, да. Окей, хорошо. Ну, и в принципе, сами по себе, вот это вот, как бы, как честный кубик, да, что такое честный кубик? Это кубик, который вот с равной долей вероятности может выпасть любой гранью. То есть вот тут есть какая-то характеристика внутренняя для него, а когда мы два кубика кидаем, они, каждый обладает такой внутренней характеристикой и друг с другом не взаимодействуют. То есть их вероятность выпадения чего-то на одном из кубиков, она не зависит от того, что там два кубика будет, три, четыре или сколько угодно. Ну, то есть если бы у нас была условная вероятность, то это было бы математической структурой. Ну, видимо, если бы, да, если бы мы кидали два кубика и выпадение там шестерки на одном определяло бы, что на втором только один, два и три может выпасть, например, тогда тут можно было бы о структуре говорить. Окей, хорошо, стало понятнее. Ну, и, в общем, Хорстен говорит, что аналогия с кубиками, она учит нас тому, что подобно тому, как одни и те же два кубика могут существовать в разных и качественно-неразличимых мини-возможных мирах, вот он там говорит про состояние выпадения очков на том или ином кубике, что это можно представлять как какие-то возможные результаты. Вот, это учит нас, что один и тот же человек, он принадлежит к разным метафизически возможным мирам до тех пор, пока вот это словосочетание метафизически возможный мир, оно не получает соответствующее дефляционистское прочтение. Вот. Дальше идет момент с омега-последовательностью. Я, в общем, собираюсь это все писать на доске, чтобы, в общем, в случае чего вы могли меня поправить, насколько правильно я понял определение, которое задает. Потому что, как я успел посмотреть в книжке, он прям к строгим определениям переходит, ну, в смысле, не к словесным, да, он переходит только в восьмой главе, где вот он строит уже Фаренбург для модальной логики. А здесь все это, в общем, иногда так написано, что мысль это, но двусмысленно. И поэтому, в общем, разсудите, пожалуйста, насколько правильно я это смог понять. Сейчас я переключу трансляцию на другое. Итак, омега-последовательности. Он, в общем, Хорстен говорит, что мы, в общем, у нас есть какое-то счетное множество объектов. Вот. И способ упорядочения этого множества, вот, это какая-то система, ну, точнее, это специфическая омега-последовательность. И таких омега-последовательностей, их, в общем, два степени омега. Я так понимаю, что мы можем на первом этапе отождествлить, то есть мы можем сказать, что Пи является омега-последовательностью. Если Пи, это перестановка на натуральных числах, то есть это просто автоморфизм натуральных чисел. То есть объективно это выражение в себя же. Таких штук, вот, их действительно, их, ну, два в степени омега. Он тут, ну, то есть я, ну, я привык писать, что, как бы, мы же про мощности говорим, а значит, про кардинальные числа. Значит, давайте я буду писать два в степени омега. В принципе, это не очень важно, но то же самое. Просто, чтобы, как бы, я хочу, ну, различать, что вот под омега мы будем обозначать натуральные числа, да, а под олив нулем, это, как бы, их мощность. Это, как бы, различие между ординалами и кардиналами тут не очень влияет, но давайте, в общем, так. Вот. И он говорит, что у нас есть такие, значит, генерические омега-последовательности. И что мы можем, что генерическая омега-последовательность, она определяется, ну, пространством состояний. Вот. Ну, пространство состояний, это, вот, означает это множество S. Вот. У нас вот есть такие специфические омега-последовательности, а генерические омега-последовательности, это те, которые могут быть в состоянии быть какой-то генерической омега-последовательностью, ну, специфичной. Вот. И он, вот, вводил концепцию всецелопроизвольного натурального числа в четвертой главе, по которой, в общем, о нем Несеева докладывалось. Вот. Я вообще напомню, как это делалось. То есть сначала он определял такую штуку, как определенное натуральное число. То есть я так понимаю, что, вот, у него было написано. Напоминание. Я пока, ну, все правильно говорю? То есть это, ну, вписывается в то, что пишет Хорстен или у меня какое-то совсем оторванное о действительности понимания? Это вписывается в то, что пишет Хорстен. Отлично. Вот. Короче, определенное натуральное число – это штука, да? То есть я, допустим, скажу, что вот у меня М – это определенное натуральное число. Это что значит? Это значит, что М – это отображение из натуральных в… его собственный синглутон. То есть это константная функция. Она… все натуральные числа она отображает в какое-то одно, в М. Ну, по факту это просто, можно сказать, что это просто натуральное число. То есть мы можем отношение элементности, ну, как бы просто тоже рассматривать как такого рода функцию. Это не очень важно. Ну, и на самом деле, в общем, проводят такое отождествление. Вот. Сицело произвольное число – это произвольное число, которое может принимать любое значение с равной вероятностью. Дальше он там говорит, что… Ну, по поводу произвольных чисел, в общем, дальше станет чуть более понятно. Вот. И вот он пишет, что мы можем определить полные генерические омега-последовательности. Это те омега-последовательности, которые могут быть в любом состоянии из множества S. Вот. Я так понимаю, что мы можем сказать, что… Ну, не знаю. F является полной… полной генерической омега-последовательностью. То есть, в данном случае, это уже не перестановка на множестве натуральных. Это, ну, как вот мне показалось, функция из натуральных перестановки натуральных. Правильно ли я об этом думаю? Или нет? Хороший вопрос. Небольшое замечание. Мне кажется, перестановок мало для омега-последовательности, потому что мы можем образовывать омега-последовательности не за счет простой перестановки, а за счет исключения. Ну, допустим, возьмем все четные, возьмем все нечетные, возьмем все делящиеся на 3, возьмем все делящиеся на 16. То есть, это ведь тоже омега-последовательности. В смысле? То есть, типа, множество четных чисел – это омега-последовательность? Ну, если я не ошибаюсь. Ну, смотрите, мы же… То есть, это не обязательно инъекции, что ли? То есть, это отображение из натуральных в натуральных, но у нас не для каждого натурального из области, из домена будет существовать натуральное из кодомена. Потому что, если мы берем как бы только, ну, только четные, это как бы не все, вы на это намекаете? Ну, причем у них же столько же четных, сколько натуральных. Вообще ведь да. Ну, вот. То есть, биенция-то там есть? Поэтому перестановки составляют лишь какую-то часть омега-последовательности. Так, ну, а как вы предлагаете задать омега-последовательности? Я не знаю. Лев, а как бы ты задал? Или тебе, ну, нравится то, как… Ну, и я пока не знаю, как задать омега-последовательности. Пока я в словах рассуждаю, я пока не дошел до формализмов. Окей. Ну, в общем, давайте пока… Давайте все-таки пытаться проверить на прочность формализма, потому что мне, в общем, понятнее через них. Ну, вот. Далее он вводит, как говорит, что используя терминологию из классической механики, и вводит такую штуку, как конфигурационное пространство, которое порождается генерическими омега-последовательностями. Вот как приписывание состояний всем генерическим последовательностям. И также он дальше говорит, что мы, как бы, элементы конфигурационного пространства, мы можем понимать как возможные ситуации. Ну, короче, они понимаются как просто-напросто возможные миры. Вот. И что по стоку-поскоку у нас вот специфических последовательностей у нас 2 в степени олив-нуль, то и конфигурационного пространства оно, в общем, ту же мощность имеет. И дальше он говорит, хорошо, давайте нарисуем такую матрицу. На следующую страницу. То есть, когда мы… Матрица – это что такое, да? Вообще само по себе. Когда мы пишем, что М является матрицей с множеством столбцов И, с множеством строк ЙОД, и это отображается в какое-то К, обычно это, это коммутативное кольцо. Это значит, что М – это отображение из декартового произведения и на ЙОД, множество К. В данном случае у нас есть вот такое отображение, вот такая матрица. Ну, назовем СИНЬПА, но он сам потом использует это обозначение. Это штука, которая действует из декартового произведения автомархизмов натуральных на конфигурационное пространство. Сами натуральные. Ну и давайте, ну, это как бы остается понятно из того, он выписывает элементы генерических омега-последовательностей. То есть вот тут у нас... Давайте я буду А писать. А1, С1, А2, С1. А1, С1. А1, С2. А2. Здесь А2. А2. С2. А2. С2. А2. А2. С2. А2. С2. Значит, тут А с индексом альфа, С с индексом бета, первое С с индексом бета, второе С с индексом бета, ну, в общем, и так далее. И вот он говорит, что это, значит, матрица размером 2 в степени альф 0 на 2 в степени альф 0, ну, как бы правда, то есть мощность вот этой штуки автоматизма 2 в степени альф 0, конфигурационного пространства тоже. Значит, столбцы, они перечисляют все специфические омега-последовательности. Вот, строки, они перечисляют состояние конфигурационного пространства. И дальше он проводит такую склейку. Он говорит, что вот у нас пара А с индексом альфа, С с индексом бета принадлежит сигма. Это значит, что в обратную сторону. Это значит, что значение сигмы в С бета – это А с индексом альфа. То есть фактически он вместо этого предлагает, ну, то есть он склеивает сигму, он просто говорит, давайте просто писать, что сигма – это вот это. И вот он говорит, что вот такие конфигурационные пространства нас будут интересовать. И дальше он вводит понятие капогенеричности. Вот он говорит, что если у нас есть какая-то генерическая омега-последовательность, она называется капогенерическая. Если для любой специфической омега-последовательности, другой, у нас есть капа возможных состояний, где сигма принимает, в общем, значение А. Что это значит? Ну, вот, может, это значит вот это. Пусть сигма – генерическая омега-последовательность. Мы говорим, что сигма – капогенерическая омега-последовательность. Если любой и, на мой взгляд, это все еще можно отождествлять с автоморфизмами натуральных, у нас множество таких С, что сигма в С принимает значение Пи, вот мощность этого множества ровно капо. Он говорит, что хорошо, генерические омега-последовательности можно рассматривать как состоящие из конкретных и произвольно-плазуральных чисел. Таких уже не 2 в степени алиф-0, их 2 в степени алиф-0. Ну, почему? Ну, даже вот если мы будем смотреть на исходные сигмы без склейки, то есть это что получается? То есть все такие отображения сигма, это вот, ну, как я вот их определил, да, это, видимо, подразумевается. Это все отображения, да, вот я еще раз напишу, из множества автоморфизмов, автоморфизмов из, точнее, с декантового произведения множества автоморфизмов на конфигурационное пространство в натуральное. Вот мы ищем мощность этого всего. Ну, это значит, что... Известный факт, что раз мы записываем множество отображений как степень, да, то у нас мощность, она будет... Ну, что, короче, она перебрасывается на основание и на показатель. Хорошо. Ну, еще мы знаем, что мощность декантового произведения... Это перемножение мощностей. Да, что, что, то, что, то это 2 в степени алиф-0. Ну, мы получаем, что это получается как бы алиф-0 в степени 2 в степени алиф-0. Далее что происходит? Далее он говорит, мы можем смотреть на специфические числа. Что это значит? Вот у нас есть какая-то генерическая омега-последовательность. И, как бы, мы вспоминаем, что каждое ее состояние – это тоже специфическое, ну, это специфическая омега-последовательность. И он говорит такую штуку, что вот у нас есть специфическое число 0, как бы, этой последовательности. Оно обозначается как 0f. Ну, вот давайте я напишу, что это значит, ну, как это можно... Построже записать. Он там говорит такие слова, что вот это произвольный объект А, такой, что для любого возможного мира, если F, в общем, в возможном мире W находится в статей. С, значит, значит, А в этом возможном мире является, она находится в состоянии быть начальным элементом S. Вот я давайте, думаю, это не будет какой-то ошибкой, скажу, что окей, S – это какая-то последовательность. Я могу просто отождествить ее, сказать, что это, как бы, такое бесконечное слово. С1, S2 и так далее, S, N, T. Я просто буду говорить, что вот первый элемент – это вот S1, а второй элемент – это S2. Ну, то есть, как будет записываться в таком случае определение? Вот он говорит, что можно рассматривать элементы конфигурационного пространства как возможные миры. То есть, что значит, любого Омега из конфигурационного пространства приведи в следующее. Если F от Омеги – это S, значит, А – это S1. Также можно определять и один с индексом, это все то же самое, да. Только это уже значит, что А – это второй элемент. Вот. И дальше он говорит, что что такое произвольное число Омега-последовательности. Это значит, что это такое А, что… Сейчас я напишу. Мы говорим, что… Произвольное число F. Ну, в данном случае, то есть, это уже штука, которая… То есть, мы получается ее склеили. И это такая штука, что… В общем, это произвольное натуральное число А, такое, что любого натурального… Это А не является… Это А не является… Он говорит, что мы дальше можем определять элементарные операции на произвольных числах Омега-последовательностей. Вот, это, действительно, определяется поточечно. Ну, то есть, давайте пример рассмотрим. Для любых А и Б… Вот. Это что такое? Это фактически… Это фактически К плюс Эльтый элемент в последовательности С. То есть, такое, что для любого возможного мира… Из того, что значение Омега-последовательности F генерической на этом возможном мире равно С… Следует, что… Следует, что… А – это Катый элемент… А Б – это Эльтый элемент. Ну, тут и умножение можно также определить. И вот он говорит, что у них все свойства, известные свойства арифметических операций, они там сохраняются. Комотивность, ассоциативность, в общем, и так далее. Вот. Но он говорит, что определенные и произвольные числа Омега-последовательности, они не вполне упорядочиваются каким-либо очевидным образом, так как неясно, как нужно формулировать принцип индукции. Вот. Теперь, значит, он говорит, что, а что если мы будем брать несчетное количество состояний? Что… Что нам в этом случае делать? Говорит, что у нас… Поэтому пока вопросы есть, есть какие-то, может, несогласия с тем, как я это формулирую, что, может, это где-то очевидно по тексту уже не так. Вот. Потому что я вроде как-то это все как-то формулировал, я просто следовал тому, что в тексте написано. Вот. Если что-то неправильно понял, вы, пожалуйста, скажите. Ну, вроде подходит под текст. Окей, хорошо. Вот. Теперь, значит, мы должны вести речь про генерическую структуру натуральных чисел. Вот. Говорит он… Представим такую штуку. Вот. Предположим, что у нас счет на бесконечное количество объектов. Будем рассматривать все способы упорядочивания их в омега-восследовательности. Это, опять-таки, 2 в степени ариф 0. Теперь он говорит, что вот у нас есть структуралистская позиция в духе бетнацирафа, что нам подает любая омега-последовательность. И возьмем такую сущность N, природа, которая такова, что она может быть любой из этих омега-последовательностей. Это соответствует тому, чтобы взять одну диагональную омега-последовательность. И вот эту сущность мы называем полной генерической структурой натуральных чисел. В четвертой главе он говорил, что вот если… Давайте я тоже еще раз напомню. Пусть… 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 Сигма… Пусть… Пусть… Сигма… Произвольное число. Мы говорим, что сигма – диагональное число. Если для любого определенного числа M… Существует причем единственный возможный мир, элемент конфигурационного пространства, такое, что сигма в этом возможном мире – это M. М. Можно просто сказать, что любого натурального М. Понятно, что это… Можно отождествить. Вот. Ну, и так же было там давно определение. Капа генерического, произвольного числа – это ну… Мы уже нечто похожее… Ну, занимались в рамках, как бы, этой главы… Ну, вот скажем, что… Да, это какой-то кардинал. Вот, и мы говорим, что сигма это капогенерическое произвольное число. Вот, это значит, что таких м, что на возможном мире омега не принимают это состояние, их ровно капа штук. Вот, и, понятное дело, что если посмотреть внимательно на вот это определение, то становится понятно, что диагональные числа это просто один генерический произвольный число. Вот, и можно описать, что значит быть определенным или произвольным числом. Да, и мы можем определить элементарные операции над этими числами естественным образом. Вот, но если, как бы, ну, чем отличается это от предыдущего? Вот, у нас есть сущность, которая, как бы, может быть любой мега-посредовательностью. И в качестве такой сущности, вот, можно взять, ну, вот он предлагает нарисовать ту же самую, как бы, матрицу, да. Но если тут у нас, как бы, альфа и бета, то он там рисует, как бы, уже квадратную, чтобы мы могли, в общем, формировать из этих. Ну, из тех, что стоят на главной диагонали. Только там у него уже будет вместо бета. Вот. Ну, и он говорит, что теперь у нас произвольное число, это последовательность натуральных чисел длины 2 в степени альфа. Это отличается от того, что было в четвертой главе, где, ну, длина последовательности, это только альфа 0. Вот. То есть тут они длиннее аж целую мощность. Вот. И, в общем, это отличается. И причина, как говорит сам Хорстон, что, ну, математический структурист, он признает просто больше состояний. Вот. И вот эта вот, ну, обобщенная структура, которую он называет жирная, жирная N. Не знаю, как она. В общем, жирная, да. Это структура, можно сформулировать то есть, что это структура, вокруг которой существует арифметика. Вот. И он будет это обсуждать, в общем, в восьмой главе, но говорит, что есть какое-то кажущееся противоречие с тем, что говорилось до этого. Утверждалось, что существует много полных генерических омега-последовательностей. Но сейчас вот он сказал, что у нас есть полная генерическая структура натурального числа, вот, N жирная. И он говорит, что противоречие кажущиеся, потому что у нас есть различие между тем, как мы смотрим на N как структуру или универсум, и тем, как мы смотрим на него как элемент более крупной структуры или универсума. Вот он говорит, что можно рассмотреть любую полную генерическую омега-последовательность M, которая тоже принадлежит универсуму генерических омега-последовательностей. И можно смотреть на нее как на саму по себе, а не как элемент системы произвольных омега-последовательностей. И получается, что мы просто будем идентифицировать состояние, вот, как бы склеивать их, и у нас по факту останется только N. И вот он говорит такую штуку, что если мы занимаемся теорией чисел, да, если мы не используем, типа, там, комплексный анализ, то мы работаем в рамках генерической структуры натуральных чисел. Но, как бы, сама по себе, да, вот эта генерическая структура натуральных чисел, это сущность, которая принадлежит к большему универсуму. И если мы используем генерические последовательности или исследуем их как класс, то мы имеем дело с несколькими копиями генерической структуры натуральных чисел, которые как-то друг с другом коррелируют. Вот. Дальше он говорит такую штуку, что он говорит, что как бы остается читать в качестве упражнения. Как бы вы можете этим заняться, но я этим заниматься не буду. Вот. Можно строить модель арифметики на основе состояний вот в этом N с помощью, в общем, конструкции ультрастепени. Вот. То есть можно рассматривать фильтры по множеству омега-посредовательностей, которые рассматриваются потом как индексное множество, затем это расширяется до ультрафильтра, потом мы берем ультрастепени. Вот. Тогда это будет модель арифметики, и если как бы вот это вот, то, что у нас образовалось, оно является собственным ультрафильтром, то оно будет заморах на стандартной модели. Если это не собственный ультрафильтр, то это не стандартная модель. Но вот он говорит, что он этим как бы заниматься не будет, потому что его как бы интересуют другие аспекты. Этим, на мой взгляд, было бы интересно заняться, но вот я не думаю, что как бы мне стоит заниматься как бы этим прямо сейчас. Вот. Потому что вроде заняты другим, но это, так скажем, это стандартная конструкция в нестандартном анализе. То есть я просто могу какие-то сделать наметки, чтобы вообще стало понятно, о чем он говорит. Давайте я спрошу, нужно ли напоминать определение фильтра и ультрафильтра. Если нужно, я просто сейчас это сделаю. А мы собираемся погрузиться в модели все-таки? Ну, можем не погружаться. Давайте можете сказать, что я могу к этому вернуться либо после того, как я закончу этот основной доклад. А если мы поймем, что мы все устали, то я просто могу потом отдельный доклад сделать по тому, как можно в модели погрузиться. Давай так и сделаем. Хорошо, давайте тогда так сделаем, чтобы сейчас-то это нас в сторону не уводило. А мы вот занялись тем, что пишет Хорстин в самой книге. Как бы упражнение, да, ставено потом. Вот. И вот он говорит, что в четвертом, в четвертой главе мы увидели, что следует искать связь между теорией произвольных объектов и теорией бесконечно малых. Вот. Но Хорстин сам говорит, что вот как бы гениальность Файна в том, что он остановился на полпути к процессу построения нестандартной модели. И он как бы исследовал вот этот недоделанный продукт, который был, ну, сконструирован до той стадии, что как бы у нас уже, ну, имеет значительное метафизическое значение само по себе. Вообще, мне кажется, действительно, как бы упоминание здесь нестандартных моделей через ультрафильтры, это очень показательно в каком-то смысле, потому что вот как рассуждение о произвольных объектах, они были отброшены, ну, как бы в соответствии с фрагерасиловским взглядом. Хотя, насколько я понимаю, то есть взгляд, который демонстрирует Рассел в основаниях математики с Файдхидом, он отличается от того, что пишет Рассел в принципах математики. И там как будто не совсем вот тот фрагерасиловский взгляд, я как бы не буду в это углубляться, но как бы у нас есть как факт, что после фрагера у нас появился значительный скепсис к рассмотрению произвольных объектов. Не как означен, не как того, что когда мы говорим конструкцию в духе, там, не знаю, any, any, f, мы вот эту штуку не как квантер интерпретируем, а вот по-другому, что мы ее не вперед выносим, а что, в общем, это то, как мы, в общем, здесь рассуждаем. Но, как бы с помощью Файна это получилось реабилитировать. И точно так же у нас были инфинитизимали, актуально бесконечно большие, актуально бесконечно малые, ими все спокойно пользовались, начиная примерно с того момента, как у нас анализ появился, вот, а потом стали появляться как бы резонные вопросы к обоснованию этой штуки. И там уже, начиная с Довамбера и заканчивая Каши и Верштрассом, в общем, изгнали, да, актуально бесконечно малые, и все переформировали на языке Epsilon Delta. Хотя, стоит отметить, что, когда мы говорим про Epsilon Delta, мы сразу вспоминаем, там, страшно длинную формулу, вот, с кучей квантеров. Но прикол в том, что времена Каши и Верштрасса, вот, именно формальных квантеров не было, да, они потом появились. И, как бы, теории первого порядка тоже в то время, как бы, не было. Но, в общем, вот, спустя несколько десятилетий после того, как сформировали прям строго, что такое формальная теория первого порядка, в общем, там, сначала Нельсон, да, ой, сначала Робинсон уже, а потом Нельсон, то есть, Робинсон через теорию моделей делал, Нельсон через теорию внутренних множеств, ну, и появилась очень куча подходов, да, то есть, куча есть лазеек, ну, в духе, там, теоремы Воси, да, для ультрастепеней, теоремы Мальцева о компактности, да, которые фактически, ну, дают дорогу для нестандартных моделей, просто зависит от того, на каком языке нам удобно это говорить. Хорстен говорит, что, может быть, удобно говорить на языке ультрастепеней ультрафильтров, но он заниматься этим не будет, это, в общем. Это, в общем, упражнение на потом. Ну, хорошо, на потом так на потом, значит, когда-нибудь к этому вернемся. Вот, и он предлагает переходить к другим производным системам, говорит, вспомним недостатки неэлиминативного структурализма. Вот он говорил, что неэлиминативный структурализм, он не способен воспринимать все неформальные математические рассуждения о структурах полностью буквально. Потому что, если некоторые из них, если их понять буквально, они просто бессвязные. Вот, например, теория графов. Дальше будет много примеров из теории графов. Вот у нас есть полный граф на двух вершинах. К2 его обозначает. Полный граф, да, давайте сначала просто я... Ну, полный граф – это граф, в котором проведены все ребра. То есть, ну, во-первых, это не мультиграф, то есть это не гиперграф, это то есть штука, в которой у нас между двумя вершинами есть ровно одно ребро. Ну, в смысле, если граф полный, то между любыми двумя вершинами. А так, что у нас... В принципе, если есть, то только оно одно. И никаких, как бы, петель у нас нет. Да, то есть... Такие конструкции, да, они не допускаются. Мы на них не смотрим. То есть, ну, что такое, как бы, прям формально, как граф задается. Вообще, определение графа какое? Вот мы говорим, что G – граф, то есть, это порядочная пара из множества вершин и множества ребер. Вот. Ну, если E – это просто... Бинарные отношения на множестве вершин. Вот. Ну, и есть такая штука, как... Ну, как бы, подграфы. Это тоже нам понадобится. Вот. Что, допустим, у нас есть по графу. G и H. И H. И мы говорим, что граф G является подграфом графа H. Я это обозначил. Вот. Это значит, что множество вершин вкладывается. И множество ребер вкладывается. Вот. Соответственно, что такое полный граф на двух вершинах? Вот у него множество и двух вершин. И отношения, которые... Даже как бы, кстати, сейчас я так подумал. Пишет вот так. Потому что, если я говорю, что там известный нам Декартов квадрат, то это значит, что пары, они упорядочиваются. То есть, это значит, что мы отвечаем А, Б и Б, А. То есть, что у нас есть нам важное направление. Но мы же ведем... У нас идет про то, что в данном случае, по крайней мере, вот тот, который Хорстин рассматривает, графы у нас, они вообще не ориентированы. А значит, что мы не должны никоим образом на этом этапе, по крайней мере, различать. А, Б и Б, А, то есть, вот, В в скобках 2, вот это просто все двуэлементные подмножества. Ну и, в общем, вот. Ну, а, если двуэлементное подмножество, да... Хорошо. Что такое полный граф на трех вершинах? Ну, тут как бы плюс-минус понятно, да, то есть, что это формально. То есть, у нас есть множество вершин. А, Б, С. А, Ребра такие. А, Б, С. А, С. Рисуется это очень просто, да, это просто револи. Окей. Понятно, что... Полный граф на трех вершинах — это под графом... Полный граф на двух вершинах — это под графом, полного графа на двух вершинах. более того и как бы ровно ровно три штуки условно я могу обозначить это как а2 с верхними индексами а и п подразумеваю что это полный граф на двух вершинах а и п ну я просто по факту к 3 вот в чем проблема с пониманием если мы теории графов занимаемся дата мы будем говорить о по полном двуэлементном графе вот и мы скажем что полный граф на трех вершинах он содержит три полных графа на двух вершинах вот а неэлиминативный структурист он скажет что это можно перефонтировать по-другому значит что каждая система которая реализует полный граф на трех вершинах она содержит три под тематики говорят о полном в элементном графе как о структуре но они также говорят что полный граф на трех вершинах он содержит три полный графа на двух вершинах как под графа то есть это значит что сам по себе существует только один полный граф двух вершинах то что как какого я обозначаю так как бы не пишет эти индексы зачем мне нужны как карается на этих вершинах но полный граф на двух вершинах может функционировать как объект более крупной структуре и тогда его компоненты они координируются другими элементами различными способами вот этими как бы экземплярами и он говорит что вообще это можно то что как мы разрабатывали сейчас можно обобщить любую вообще математическую структуру то есть вот у нас есть какая-то какая-то структура с нее там к это есть мощность вот и мы можем смотреть на множество множество теста с такой же мощностью и у нас как бы будет существовать то есть структура структура с мы смотрим на множество да с таким же количеством элементов вот и у нас просто есть множество с индексом д изоморфных систем которые вот они станцируют с основе и это это множество оно является пространство состоянии для осындексом с произвольных как бы вот этих с и вот и она будет содержать один генерические произвольные по эти ски я я напомню опять что что за а до под обозначалась у нас и иерархия произвольных натуральных чисел 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 А нулевое отождествлялось с аммигой. А нулевое отождествлялось с аммигой. Для орденала бета, а бета плюс один, это просто отображение из а бетых в а беты. Ну и дальше как бы стандартное рекурсивное задание для предельных орденалов. Глябда – это предельно орденал. Ну то есть давайте ручками посмотрим, что это значит чисто руками. То есть окей, а первое – это что? А первое – это просто омега в степени омега. То есть это просто все отображения из натуральных в натуральные. Что такое А второе? А второе – это отображение из А первого в А первое. То есть это если как бы степень ими написать, это вот такая вот башенка будет. Ну и понятно, как бы там дальше уже тетрадца идут, эта штука, она довольно быстро растет. Как это с одингенеричностью связано, в общем уже понятно, на каком шаге нужно останавливаться. Вот. Хорошо. Но при этом Корстен говорит, что математический структурализм он не связан с категоричностью арифметики или любой другой математической дисциплины. Вот там были как бы скепсис Резника по поводу логики второго порядка, но тем не менее Резнику не мешает быть защитником математического структурализма. Ну и вообще представление о математических структурах как произвольных системах, оно не обязывает нас работать только, так сказать, с категоричными системами. Ну а если мы берем первопорядковую концепцию структуры натуральных чисел как произвольной системы, то это значит мы опять стартуем с счетного множества объектов, но тогда у нас состояние структуры натуральных чисел это не все омега-последовательности, а все нестандартные модели плюс стандартные модели арифметики пиано первого порядка. Ну или просто какой-либо другой рекурсивно аксиоматизируемый арифметической теорией первого порядка. Ну а пространство состояния произвольной системы натуральных чисел, оно состоит из всех этих моделей. Их тоже два в степени Алиф. Ну, можно такую конструкцию проделать. А давайте, собственно, давайте все-таки я частично моделями займусь сейчас. Вот у нас есть сигнатура. Состоит она у нас из нуля, функции последователя, сложения, умножения, равенства. Вот у нас есть это стандартная модель. Н-готическая – это стандартная модель. Любая... Да, мы опять смотрим на множество перестановок, и фактически любая перестановка на натуральных числах, она индуцирует собственную изоморфную копию. Вот. То есть, она индуцирует... Такую что? Ну вот... Окей, вот у нас есть означение в модели. Ну, что значит, что у нас... Да. Вот P от N – это 0. Ну, это значит, что у нас на Python интерпретации истинно, что N – это 0. Что значит, что... Истинно, да, на ней, что... Последователь P от N в скобке – это P от M. Ну, это значит, что у нас истинно... Последователь числа N – это M. Точно так же для сложения, умножения и так далее. То есть, ну, фактически, если мы имеем дело вот с этой штукой, то это просто применение P в минус первой к интерпретации символов сигнатуры, да. То есть, ну, такие как бы метанатуральные числа, если хотите. Вот. Произвольные числа, они определяются как отображение... То есть, давайте я напишу произвольные числа. Это отображение из перестановок натуральных – натуральные. Окей, это как бы знакомая нам склейка, и понятно, что мощность этой штуки 2 в степени, 2 в степени алифона. Вот. Если у нас есть какое-то произвольное число альфа, то для любой перестановки, вот, ну, точнее, да, если мы хотим думать про определенные числа и про как бы определенное число 0 на перестановках про определенное число n, это просто значит, что, ну, альфа – это произвольное число n на множестве перестановок натуральных. вот, это значит, что, вот, какую бы мы перестановку не выбрали, альфа, альфа – это пиатые. вот, множество всех определенных чисел, да, s – знакомое нам пространство состояний, у него мощность счетная, вот, и дальше он что говорит? Он говорит, что давайте, у нас же нет гарантии, что то, как мы определяем отношения на омега-последовательностях, это какие-то физические отношения, да, там, рост, вес и так далее. И вообще неясно, является ли отношение последователя на любой из этих омега-последовательностей практически вычислимым. Даже если мы делаем обычные идеализации в духе, что у нас память неограничена, да, у нас неограничены ресурсы, у нас нет аппаратных сбоев и так далее. И вот он говорит, что, как бы, несомненно, нам подходят не все из 2 в степени омега, омега-последовательностей, вот этих вот. Они не все будут практически вычислимыми. По-любому, вот эта вот энэнджирная структура содержит те омега-последовательности, которые мы вычислить не можем. Вот. И мы хотим, ну, как бы, не сквалифизировать такие штуки. И он говорит, окей, дальше давайте будем настаивать на том, что вот эта вот энэнджирная может находиться только в состоянии быть вычислимой омега-последовательностью. Вот. Ну, то есть он говорит, что, окей, давайте мы просто ограничим, мы будем смотреть только, фактически, на вычислимой перестановке. Вот я так обозначил с индексом c, типа, computable. Вот. И у нас можно думать как, ну, про эту штуку можно думать как вычислимые генерические последовательности. Ну, понятно, что этих штук уже, как бы, олев 0, да. Ну, это значит, что, как бы, генерическая структура натуральных чисел, она должна состоять из вычислимых систем счисления. А, ну, вычислимая система счисления, это, как бы, такая, как бы, подножество выражений вместе с, ну, практически вычислимым отношением функции последователя. А, которая, в общем, она вполне упорядочивает Е, вот, понятным образом, вот. Ну, и он там ссылается на свою статью, давнишнюю, которая называется «Почислимый структурализм». Я так, глазами пробежался там, формализма какого-то, в общем, строгого нету. Ну, он про вычислимость будет говорить еще в восьмой главе. Вот. Ну, и в статье Аспиранского, ну, в совместной статье его с Аспиранским, там вопросам вычислимости, в общем, как бы, внимание уделено, там, значительное, так скажем. Ну, больше, чем, во всяком случае, в той статье, на которой он здесь ссылается. Вот. Ну, он говорит, что да, да, здесь у нас можем сказать, что эти штуки, они порождаются рекурсивной перестановкой системы исчисления штрихов Гильберта, и можно определить какую-то генерическую структуру натуральных чисел, да, да, уже вычислимую, ну, в том смысле, что она находится в состоянии быть вычислимой системой исчисления. Ну, и он говорит, что, в общем, эта штука имеет значение как в силу каких-то своих технических свойств, да, видимо, чисто логических, так и каких-то, у него есть какое-то интересное эпистемическое значение. Ну, я думаю, если мы захотим потом, в общем-то, рассматривать, то, может, можно какую-то эту статью прочитать его. Ну, в общем, вот, то есть просто точно такая же, как бы, не знаю, остается, видимо, нам в качестве упражнения. Дальше, дальше опять идут графы. Он говорит, что, хорошо, мы можем рассматривать алгебраические теории с точки зрения генерических систем. И вот он говорит, можно взять теорию счетных, вот он говорит слово unlabeled. Я, честно говоря, не знаком с такой терминологией в теории графов. Вот, то есть я понимаю, он говорит, что, во-первых, графы простые. Ну, простые – это да, что это не мультиграфы, не гиперграфы. У нас, если есть реброту, оно одно, петель у нас нету, и графы невзвешенные. Да, это понятно. И по аналогии с полной генерической омега-последовательностью и пространством полных генерических омега-последовательностей можно определить просто произвольно-счетный простой граф и пространство произвольно-счетных простых графов. Вообще, когда мы вот обычной классической теорией графов занимаемся, да, предполагается, что у нас вот, где я писал, вот тут вот, что множество вершин и множество ребер, они конечные, да. Потому что, если они хотя бы счетные, то это вообще это случайные графы, да. И вот он говорит, что мы рассматриваем всевозможные, ну, специфические счетные простые графы на подножествах множества вершин. И эти системы, они, в общем, вот их вершины связаны друг с другом отношением, а которые являются симметричным и антирефлексивным. Возможно, вот, требование симметричности и антирефлексивности это, ну, это явно не имеет отношения к тому, что он говорит unlabeled. Это просто значит, что, как бы, ну, антирефлексивность это значит, что у нас нет петель, а симметричность значит, что граф не ориентирован. Вот. Вот. Ну, окей, да. Таких счетных простых графов два степени. Ну, все-таки, как бы, по определению этой штуки. Вот. И вот он говорит, что всецелопроизвольный счетный простой граф это штука, которая может быть любым из этих счетных простых графов и не может находиться ни в каких других состояниях. Это, ну, произвольная система, но она, опять-таки, не генерическая, потому что не все состояния заморозны. Вот. Раз это граф, то у этого графа у него есть как вершины и ребра. Ну, вершины – это произвольный объект, который в любой возможной ситуации является вершиной системы, в которых сам граф находится в этой возможной ситуации. В ребро – это произвольный объект, который в любой возможной ситуации является, ну, ребром системы, который в этой возможной ситуации уже находится. то есть что вершины что ребра это тоже произвольные сущности вот существует множество произвольных счетных простых графов как он говорит некоторые из которых более произвольны чем другие то есть значит что каждый из них содержит тоже вершины и ребра также как исход вот конфигурационное пространство штука она она связана с произвольными счетными простыми графами вот и каждую точку можем рассматривать как возможную ситуацию в которой все произвольные счетные простые графы они примет определенное значение и если мы будем отбрасывать пары произвольных счетных простых графов которые являются просто идентичными в одних и тех же возможных мирах то значит таких штук у нас 2 степени 2 степени он говорит что можно рассматривать партикулярные счетные простые графы вот то есть то есть вот у нас говорим что а это партикулярный четко простой граф вот он представлен генерическим графом же а ну и вот эта штука она во всех возможных ситуациях она просто вот ну вот таким образом у нас решается проблема с с этими полными графами на двух вершин вот то есть эта штука она просто представляется графом же 2 в котором все и те и другие системы которые имеют структуру полного графа на двух вершинах вот мы понятно что такое представление но не уникальное потому что вообще куча генерических графов в пространстве произвольных счетных простых которые вот это вот же 2 не экземплифицируют вот и и он и он говорит такую штуку значит он ссылается на теремы эрда шереньи вот это значит что существует простой граф эр со следующим свойством если счетный граф выбран случайным образом путем независимого выбора ребя с вероятностью 1 2 из множества двух элементах под множество множество вершин то почти наверное то есть вероятностью 1 результирующий граф он изоморфин и такая штука она называется в общем графом рада или графом эрда шереньи вот это скажем ну наверное тоже то есть на мой взгляд здесь ну такое то есть то описание которое он дает она на мой взгляд недостаточно формально да то есть я наверно могу углубиться в том как там по-хорошему это все определять потому что ну то есть вот словесно я мы и как бы сейчас прочитал но он сам как бы это пишет ну вообще-то словесно вот давайте давайте в самом деле я просто чуть более подробно дам в этой экскурс а так определение графа мы дали до петель нет ориентации нет кратных ребер нет вот потому что если мы говорим что у нас есть петли то тогда это псевдограф если мы говорим что у нас ну то есть это 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 если мы говорим что как бы отношение мы говорим что отношение антирефлексивно то есть нет петель если говорим что рефлексивно то это псевдограф мы говорим что отношение симметрично то есть нет ориентации если избавляемся от симметричности то это будет ориентированный граф если мы говорим что кратные кратные ребра есть то тогда это мультиграф и есть там мультипсевдографы псевдорграфа и так далее но а пока иной как бы не оговорено вот и имеем дело именно с такими тремя условиями что это граф вот в таком указанном смысле ну хорошо давайте давайте зафиксируем произволь натуральное число произвольное вот и у нас просто в это начальный отрезок урального ряда эту штуку только обозначаю вот это множество вершин случайного графа и собственно случайные тут будут только ребра вот то есть вот пусть у нас есть n большое n большое это c из n по 2 и вот и е1 и так далее е.м. это все возможные ребра которые можно привести на парах элементов из b то есть это е ну более того это ребра это ребра полного графа на их вершинах да так это каян то есть все ребра полного графа на их вершинах и можем задаться вопросом да возьмем какое-то п да из отрезка от нуля до единицы и станем выбирать ребра из вот это вот множество согласно схеме бернули схема бернули это такая простейшая модель модель испытаний то есть ну грубо говоря вот у вас есть монетка да вот бросаем ее на стол вот с какой вероятностью она ляжет решки с какой ром ну это понятно это если не 20 технические детали то можем сказать что вот у нас есть вероятность по это вероятность решки и вероятность рва это это 1 минус вот и мы бросаем и как бы n раз говорим что там единицы если выпадает решка 0 если выпадает ореху вот всего таких испытаний вот n штук что значит что у нас как бы есть схема бернули это значит что у нас образуется последовательность из нулей единиц длины n вот эта последовательность случайно но какая вероятность того что это будет именно последовательность вот такая вот x1 и так далее xn с конкретными x1 и xn вот эту штуку называют элементарным исходом вот у нас возникает попусту вероятность и пространство то есть но нам нужно посчитать вероятность окей вероятность чего мы собственно будем считать в данном случае ну давайте подробнее это рассмотрим как бы мне это попроще написать нет они убирства и лукаво а ну да вот давайте так скажем вот вероятность успеха это п вероятность неудачи это один минус п и вероятность того что у нас вот есть мы проводим н испытаний н испытаний и вот успехов у нас м штук м успехов и вероятность того что в н испытаниях произойдет именно м успехов а я например успех это это п допустим это выпадение решки вот эта вероятность с из н по к п в степени к к успехов успех давайте так единица минус п в степени н минус к вот это как бы это в принципе несложно доказывать ну окей примем примем как данность вот у нас есть такая схема и мы в общем когда будем иметь дело со случайными графами будем по схеме пернули все делать вот то есть как у нас выглядит здесь испытание в случае успеха мы просто кладем очередное ребро в строящееся множество ребер а в случае неудачи не кладем ну получается у нас случайный граф вот как и в схеме пернули у нас просто будет посредственность вот такая вот из нулей единиц вот вот просто теперь мы последовательность в известном смысле представляем графом вот x и т1 это значит что ребро попало x и т не равно значит что не попало в итоге у нас такой вероятности пространство есть да вот вот как его обозначают значит здесь омега алтарные исходы события вероятности вот 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 а мощность пространство исходов это 2 в степени c из n по 2 вот 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 это получается p в степени мощность множества ребер умножить на ну q это неудача сразу напишем 1 минус p здесь будет c в степени n по 2 минус множество ребер вот вот эта штука и есть модели r до шереньи каждое ребро независимо от всех остальных входит случайный граф с вероятностью p вот но зачастую говорят вот там модели g n p каждое событие из f это просто множество графов ну естественно интерпретировать события как свойства графов ну то есть что значит посчитать вероятность того что граф обладает данным свойством это значит описать свойства значит описать множество таких графов которые данным свойством обладают а потом просто найти вероятность ну например если если а это множество связанных графов вот то вероятность события случайный граф связи вот она так считается сумма по всем графам которые пробегают множество случайных p n p от от g вот а ну да наверное стоит напомнить раз я приводил как бы определение графа и под графа то связанный граф это это значит что между любой парой вершин графа существует как минимум один путь путь это это последовательность вершин в которой каждая вершина соединена с следующим ребром то есть это просто значит что мы можем из любой вершины прийти в любую другую у нас нету изолированных да которые как бы ну недостижимы что называется вот ну и когда мы говорим про случайные графы то мы изучаем вероятности тех или иных свойств графов и вот наибольший интерес представляет именно динамика вероятности то есть изменения с ростом n а числу вершин ему как бы вообще ничего не мешает расти вот вероятность возникновения ребра тоже она может в общем эволюционировать ну в общем мы можем отрепетировать это просто даже как не не схему вернули например а схему схему серий то есть что имеется ввиду вот это это когда у нас есть бесконечная последовательность натуральных чисел и для каждого из натуральных чисел да вот у нас есть натуральное число и вот и мы осуществляем n испытаний вернули вот вот причем вероятность успеха она считается зависящей от и вот то есть мы производим серии испытаний вероятность успеха в каждой очередной серии это ну по этой от нуля до единицы вот то есть все просто говорим что вполне можем переходить к бесконечным последовательности вот и тогда получается что как бы вот если мы имеем дело с такой бесконечной последовательности n 1 n 2 n 3 и так далее да вот то есть это будет c из 2 по 2 c из 2 по 3 c из 2 по 4 и так далее вот 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 вероятность зависит от n и может статься например что то для всех n p 1 2 а может статься что p это 1 а может статься что p это 1 минус 1 поделить на алгарифм n вообще как угодно то есть тут важно что если у нас есть последовательность a n t каких-то свойств событий вот в вероятностных пространствах g вот np то если например a n t состоит в связанности графа тогда зависимости от n по сути нет или а n сводится к наличию в графе просто не менее там n треугольников ну в смысле троек вершин которые попарно соединены ребрами тогда индекс n уже важен вот и мы вот говорим что вот он там говорит как бы выполняется почти наверное это значит что вот вероятность в схеме каких-то испытаний p от а n на свойствах событиях эта штука она стремится к единице при n стремящемся к бесконечности то есть что это значит это значит что вероятностная доля тех графов для которых свойства выполняется с ростом числа вершин все ближе к единице вот и на самом деле есть куча ситуаций когда выполнение того или иного свойства почти наверное влечет довольно как бы удивительные и красивые следствия но в общем вдаваться в это пока не будем просто зафиксировали что что это за почти наверное и как можно представлять себе бесконечные графы вот дальше хорстон говорит что мы можем сделать то же самое для некоторых других алгебраических теорий например теории счетных групп и вообще можно переходить от счетной математики к не счетной математики например если мы теорию вещественных чисел смотрим но он он как бы не предлагает как это конкретно сделать он вот отсылается внезапно на работу ловера про в общем ну про теории ловера вот эта штука то есть он тоже ее как бы вкидывает и особенно не поясняет что это такое я наверное сейчас тоже не буду этим заниматься потому что это это нужно в общем углубляться в теорию категорий и если как бы вам захочется про это что-то послушать у меня тоже есть определенные наработки того какая действительно есть связь она довольно интересная это в общем можно как-то потом рассматривать вот а сейчас просто уже будем ну не заканчиваться ну в общем двигаться к совершению да а это как бы просто будем держать в голове дальше мы переходим к индивидным конструкциям и вот он говорит что окей мы научились работать с генерическими системами натуральных чисел вот а и особенность структуры натуральных чисел в том что он не допускает нетривиальных автоморфизмов вот и он говорит окей давайте посмотрим на те структуры которые допускают нетривиальный автоморфизм и вот он как раз занимается тем что он рисует графы вот такой граф ну понятное дело не связанный вот то есть он обозначает его как g а дефис b c то есть что такое вот у него три вершины но только одно ребро вот и чё он говорит он говорит что у этой штуки есть интервиальный автоморфизм ну которая просто будет менять местами две вершины которые связаны ребром вот как можно рассматривать эту структуру как генерический объект он говорит что система которые реализуют вот эту вот штуку же bc вот они содержат три объекта вот и он говорит что предположим материал общности что все эти системы построены из трех конкретных объектов а b c вот и мы строим конкретные ну вот такие вот три системы ну собственно вот эту вот s1 вот эту вот s2 и вот эту вот они как бы и станцируют же bc вот эти три системы можно рассматривать как система которая образует пространство состояний вот и потоки которые через это пространство в состоянии проходят они являются произвольным объектами но как находить канонические представления трех вершин вот например мы говорим про такую штуку как он в каждом состоянии выбирая не связанный объект который просто единственный хороший кандидат на то чтобы быть не связаны вершине вот ну c потому что в первой модели это вершина цель вот а более того есть потоки которые играют роль не связаны вершины в одном состоянии и роль одной связанных вершин в другом это произвольные вершины но проблема в том что для даже для маленького графа их восемь вот ну они всегда эти потоки всегда играют роль только одной из соединенных вершин и вот он говорит что как бы такие потоки это потенциально связанные вершины но поскольку же bc содержит только две связанные вершины то все потенциально связанные вершины не могут быть одной из них ну что в таком случае делать ну он говорит что потенциально связанные вершины они друг другом связаны И при выборе одной потенциально связанной вершины существует только один возможный набор для другой. И таких пар их четыре. Это вот эти четыре непорядочных пары. ТА1, ТБ1. Ну, впрочем, ладно. Вот четыре штуки. Итак, вот у нас есть четыре кандидата для того, чтобы быть вершинами графа ЖПЦ. Вот эти, вот свершили Ц. Пара связанных вершин – это система, которая содержит два объекта второго порядка. То есть она содержит Т1 в квадрате как ТА и Т, второго в квадрате как ТБ и Т. Похожим образом можно, ну, фактически, так скажем, поднять отношение, быть ребром между Т1 в квадрате и Т2 в квадрате. Это верхний, не квадрат, разумеется. Просто я уж так буду читать. Ну, это просто как моделирование. И в случае, так же, как когда мы говорим про генерическую систему натуральных чисел, ничто из этого не значит, что вот этот вот наш исходный граф – это партикулярный граф, который имеет вот эти вот штуки в качестве вершин. Ну, и, как бы, соответствующая пара, как реберы. В итоге только, как бы, ну, один вопрос остается, да? У нас есть 8 потенциально случайно связанных вершин. И даже в таком случае каждый из вот этих вот Т1 в квадрате и Т2 в квадрате находятся в каждом из 8 возможных состояний. Но ответ нет, потому что в состоянии, когда одно из них является ТАИТ, а другое ТБИТ, просто не имеет значения, каким именно они являются. Ну, было бы ошибкой думать, что, как бы, вот эта штука идет к существованию независимой вот от этой штуки. Вот. Вершины и ребра этого графа, они смоделированы как объекты, ну, второго порядка. То есть они считались произвольными объектами, которые могут находиться в состояниях быть неким произвольным объектом, который сам может находиться в состояниях быть конкретным объектом. Вот. И можно просто, когда мы смотрим на вот этот вот исходный рисунок, да, вот, как мы уже сказали, она допускает только один нетривиальный автоморфизм, ну, можно его назвать F. Вот. Несвязанная вершина – это единственный элемент графа, который с помощью него не перемещается. Вот. И она-то и, как бы, идеально представляется в виде теста индекс МС. И только из-за связанных вершин, которые наш, как бы, автоморфизм двигает, мы поднимаемся на еще один уровень абстракции. И на этом этапе мы, как бы, уже видим, что, как бы, отдельные структуры могут быть отождествлены с генерическими системами и на них, как бы, основаны. Вот он показывает, что у нас есть вот такой вот граф и что вот у нас циклическая группа порядка 4, вот, она, как бы, тоже этим удовлетворяет. Если так по-простому говорить, то циклическая группа – это, ну, значит, что группа, которая, ну, может порождаться одним элементом. Ну, то есть, если мы… Надо какой-то геометрический пример привести. Я подумаю. Ну, да. Это, например, циклические графы. Циклические графы, они иллюстрируют различные циклы, группы, и вот они могут визуализовывать. Например, если, ну, в случае трех, как бы, до трех циклический граф на трех вершинах – то же самое, что полный граф на трех вершинах. А вот для четырех, как бы, будет уже различие. Ну, то есть, полный граф на четырех вершинах будет выглядеть так. Вот. Вот. Циклический граф, он будет выглядеть просто как квадратика, без диагонали. То есть, циклический граф, он иллюстрирует циклическую группу в том плане, что если у нас есть вот циклическая группа вот в алгебраическом смысле, то это, например, ну, вот, говорю, мы можем представить любой элемент как степень какого-то одного. Вот. Ну, например, там, я не знаю, группа корней из единицы какой-нибудь такой, естественный пример. Вот. А тут, когда мы говорим про циклический граф, это значит, что у нас, как бы, действительно, у нас из каждой вершины в каждую у нас есть путь, да, причем мы можем обходить справа-направо, да, справа-налево и слева-направо, вот. И более того, у нас для каждой вершины есть цикл, вот, что мы вот А, Б, С, Д, мы всегда можем возвращаться. Ну, то есть это такая же иллюстрация идеи того, что у нас каждый элемент, он является степенью по поводу другого. Вот. Так можно это, наоборот, не строго мыслить. Вот почему он ее, как бы, Аккорстон тут ее использует. Вот. И всякий раз, когда, вот, он говорит, что у нас есть математическая структура, которая допускает нетривиальные автоморфизмы, для ее представления необходим произвольный объект второго порядка. То есть граф или, ну, вот граф на трех вершинах вот такой вот, или циклическая группа на четырех элементах, они более абстрактны, чем структура натуральных чисел. И назревает вопрос, имеет ли у нас каждая алгебраическая и математическая дисциплина дело, по крайней мере, с некоторыми отдельными математическими структурами, которые допускают нетривиальные автоморфизмы. И ответ на этот вопрос – да. Если, ну, в смысле, если бы, если мы говорим да, то мы исключаем теорию множества из алгебрических дисциплин. Вот. Ну, как бы, очевидно, что не всякая категоричная область математики имеет дело с жесткой структурой. Вот. Ну. Контрпример – это, да, это комплексный анализ, про который он уже говорил. Вот. Ну и все. У нас дальше последнее, к чему мы идем, это… Сейчас я уже буду показывать презентацию опять, видимо. Это немножко. Вот. Это генерическая иерархия. Вот он говорит, что до сих пор выбор лежал в основе множества объектов. До тех пор, пока он играл роль какого-то внешнего параметра для модели. Но вопрос о природе объектов, который лежит в основе области, он, ну, как бы, нельзя без него обойтись. Вот. Вот. И вообще ничто не диктует, что лежащие в основе объекты должны быть, ну, по природе, как бы, физическими, да. Но очевидно, что многие, как бы, таких моделей, они необходимы, если мы хотим, ну, расширить взгляд, который в этой главе указывается. Вот. И универсум множества, он содержит, ну, достаточный запас объектов для тех объектов и структур, с которыми мы хотим работать. Вот. Как бы кажется, что если предмет теории множества выходит за рамки теории произвольных систем, то если допустить существование произвольных объектов более высокого порядка, как мы делали вот до этого, то теория произвольных объектов, она предоставляет ресурсы для естественного объяснения, из чего вообще может состоять итеративная иерархия теоретика множественных рангов. Ну, и вот как она будет выглядеть, да, вот такая вот итеративная генерическая иерархия. Вот у нас есть нулевой шаг. Ну, берем какой-то конкретный объект А. На следующем шаге мы рассматриваем произвольный объект, который может находиться только в состоянии быть конкретным объектом А. Обозначим его вот так, как бы упорядоченная единичка, так скажем, в угловых скобках. Ну, нет, это не всегда, как бы, будет упорядок. В смысле, можно смотреть на нее как упорядоченная, можно как на нее упорядоченная. Ну, в общем, такая вот единичка, да, вот. Далее, что мы делаем? Далее, мы рассматриваем произвольный объект высшего порядка, который может находиться только в состоянии быть произвольным объектом вот такой вот, единичкой. Вот, обозначаем его вот как-то такой, как бы, единичкой-единичкой. И рассмотрим, опачки. Ну, тут вот не хватает. Перед запятой тоже как бы должна стоять А и правая угловая скобка. Вот, мы рассматриваем произвольный объект более высокого порядка, который может находиться только в одном из двух состояний, быть конкретным объектом или быть произвольным объектом. То есть все полетело, но и как бы имеется в виду, что конкретный объект либо А, либо произвольный объект единичка А. И вот он обозначается, ну, грубо говоря, как упорядоченная пара по Куратовскому, в которой первый и второй элементы, он как бы один и тот же, но просто вы как бы фигурные скобки заменяетесь на угловые. Ну, и на шаге Омега мы соединяем произвольные объекты, которые были сконструированы на конечных стадиях. То есть у нас получается таким образом иерархия произвольных объектов более высокого порядка, которая начинается с рассмотрения конкретного объекта. Ну, идея состоит в том, чтобы рассматривать произвольные объекты как не пустые множества, а состояние как элементы. Ну, получается, что у нас есть один конкретный объект, на котором основана иерархия, которая не является тем, что может находиться в состояниях, которые играет роль пустого множества. Ну, то есть в сущности, как в иерархии. Наследственно конечных множеств, да, там, фон Неймановской, ну, в общем. Ну, в общем, вот, да. И в таком случае мы просто интерпретируем угловые скобки как фигурные, а интерпретируем как пустое. А вот множество, которое состоит из двух элементов, один из которых пустое, а другой синглутон пустого, это произвольный объект, который может быть конкретным объектом, но также может быть произвольным объектом. И вот эта штука, это генерическая иерархия. Вот. И концепцию, которую можно принять, это то, что пустое множество – это конкретный объект, а не пустое множество – это произвольные объекты. Это такой… Можно сказать, что пустое множество – это уникальный произвольный объект, который везде не определен, то есть нет ни в одном состоянии у него значения. Вот. Ну, это можно приводить к… Ну, какой-то… В общем, можно смотреть на это как… На чем-то, что, в общем, содержит теорию с уроэлементами. Можно без уроэлементов теорию рассматривать. В общем, богатство всякое, да. Ну, и там он ссылается на Льюиса, да, что у нас есть различие между множеством и его синглтоном, вот, что там есть определенные метафизические трудности, но он говорит, что важно, что вот эта генерическая иерархия – это результат экстенсионализации того, что является гораздо более интенсиональным понятием множества. То есть у нас существует на деле, типа, два произвольных объекта высшего порядка, которые могут играть роль на стадии 2b. Ну, то есть, грубо говоря, сейчас давайте вернусь. Да, то есть есть неоднозначность с тем, чтобы смотреть… Да, в смысле, что вот… Такой… И такой… Ну, понятно, что если угловые скобки – это фигурные, разницы вообще нет. Поэтому, а если это, например, упорядоченные единички, как бы мы их ни определяли, определять мы, кстати, можно их по-разному. То есть упорядоченная единичка может вполне себе быть как самим элементом, так и синглтоном, как еще чем-нибудь, но есть как бы очевидная загвоздка. То есть, если у нас есть множество, не знаю, a, b, c, да, то мы определяем… Давайте, давайте, а, b, чтобы лишним не возиться, да, то есть, если мы смотрим на а в квадрате, это просто множество упорядочных пар. А, то есть, это вот, а, b, b, a, a, b. А вот, а в первые, это типа, как бы по аналогии, это множество, ну, видимо, упорядочных единичек, да, но вот что такое упорядочные единички? Ну, если упорядочные единички – это сам этот объект, то очевидно, а в первые совпадают с а. Вот. Если у нас в этом случае, то в первые – это само а. А если в этом случае, то а в первые – это как бы синглтонивание всех элементов а. Это другое уже множество, это не само а. Ну, и окей, да, они как бы что в этом случае, что в этом случае, они равномочны самому а, вот, но это конструкции, в общем, разные. Просто вот в этом случае, видимо, мы хотим, чтобы у нас это работало как… Ну, в смысле, чтобы у нас декардовые степени работали как степени натуральных, да, Ну, и точно так же мы там говорят, что а в нулевой – это синглтон пустого, потому что мы его отождествляем с единичкой. А тут это, видимо, не работает уже не как степени натуральных, а как-то, в общем, иначе. Но, строго говоря, если мы смотрим вот это же, что это же определение, ну, то есть, ну, вот, это нечто похожее на упорядочную пару по Куратовскому, но из того, ну, в общем, сокращенный вариант. Ну, в общем, да, есть стандартное определение порядочной пары по Куратовскому, и ведь из него никоим образом не следует, как мы задаем единички. Это нужно прописывать отдельно. Ну, и поэтому, как бы, кандидата тоже, как минимум два. Да, вот. Ну, и сам Корстен говорит, что вообще движущая сила вот такой вот генерической иерархии множества – это операция взятия мощности множества, ну, точно так же, как в универсии фон Неймана. Вот. Эта операция, она, как бы, выпадает в рамках теории произвольных объектов, и описание стадии показывает, что на каждой стадии альфа плюс один у нас имеется два в степени альфа произвольных объектов, которые представляют все подножества в области множества, которые существуют на стадии альфа. Вот. Ну, и все вот это, как бы, это неструктуралистская интерпретация теории, может являться на таком этапе. Но, вот он говорит, что это можно, в общем, связать определенным образом. Но об этом подробнее уже, видимо, не к нему. Да, это все на сегодня. Да, я надеюсь, что это было понятнее. Скорее всего, конечно, было понятно, как бы, далеко не все. Но я попытался некоторые моменты, которые Хорстон, как бы, заметает под ковер, объяснить как-то более наглядным или понятным образом. Или, если не непонятным и наглядным, то как бы более формальным. Вот здесь вот я этим занимался. Для генерических, в общем, мега-последовательностей, вот что, как я, как перестановки определял, вот эти вот вещи, у вас вроде не возникло возражений, хотя у меня все еще подозрение, что я что-то делаю не так. Может, к восьмой главе у меня несколько прояснится, что я делаю не так. Но вот идея с перестановками, да, с афтоморфизмами, она не моя. Ее сам Хорстон потом использует. И с вычислимыми перестановками, как бы, тоже. И в статье с Аспиранским точно такая же конструкция. Ну, вот эти вот метанатуральные числа, они, в общем, тоже оттуда идут. Но просто он, видимо, сначала предпочитает говорить про какие-то вещи неформальным образом, а потом как-то их формализовать. Ну, и то, в общем, не все. Да, какие-то конструкции, мне кажется, в воздухе повисают, если не говорить про них. Вот он там говорит про граф Рада и теоремы Эрда Шеренгий, на мой взгляд, без упоминания того, что такая модель Бернули вообще непонятно, о чем идет речь. Но это как бы на вкус цвет. Во всяком случае, если вы знаете модель Бернули, или вам объяснение, которое я привел, показалось понятным, то вы, как бы, мне кажется, получше узнаете, что это такое, чем то, что в общем-то книжки пишет. В общем, вот, а на сегодня, наверное, все с моей, по крайней мере, стороны, в плане с моим докладом. Все. А с вашими вопросами не все. В общем, задавайте, пожалуйста. Я только рад буду исправлению вопроса или, не знаю, пожелания. В общем, вот. Ага, спасибо. Вот у меня есть такой вопрос. Вот на 110-й странице, мне там один момент был непонятен, после определения 6.1. Значит, Хорстон вот что говорит. Генерические омега-последовательности могут пониматься как состоящие из конкретных и произвольных натуральных чисел. Вот мне непонятно. Может ли быть генерическая омега-последовательность, которая состоит одновременно и из конкретных, и из произвольных натуральных чисел? Ну, так, наверное, да, потому что ведь определенные или конкретные числа это как бы просто предельный случай произвольных, так что как бы почему нет? То есть, ну, в общем, мне кажется, что да, я, во всяком случае, не вижу. Ну, да, я понимаю, что конкретное число там в четвертой главе еще определялось как константная функция. А то есть, это конкретное число, это, по сути, частный случай произвольного. Но пока зачем вообще в выделении здесь такое сделано? Это я не знаю, это я действительно не понимаю. Ладно, спасибо. Так, ну что, может, у кого-то еще есть вопросы или комментарии? Аня, ты же, ты пришла, да? Да, я здесь. Ты была на том моменте, где я вспоминал то, что в четвертой главе было, или нет? Ну, ты, видимо, не один раз это делал. Да, я не один раз это делал. Вот тебе кажется, те напоминания, которые я делал, потому что у тебя в докладе, насколько я помню, ты это не формализовывала, как я, вот тебе кажется похожим та формализация, которую ты у меня видела на формализацию того, о чем ты докладывалась, или нет? Да, вроде бы похоже, но мне надо посмотреть внимательно еще раз, и тогда я могу тебе об этом более основательно сказать. Я могу оставить ссылку на доску, но я, в конце концов, если вы сейчас на этом этапе не выявили ошибок, я это все-таки превращу в формат презентации, и когда презентация будет готова, я ее, в общем, в чат просто выложу, чтобы вы, ну, в общем, уже не на каракуле смотрели, а на нормальный, в общем, слифт. Хорошее дело, по-моему. Прошел. О, вот тут говорили, что Unlabeled – это непомечный граф, то есть его вершинам не присвоено никаких значений. Это значит, что мы, в смысле, мы вершины не взвешиваем в этом смысле? Нет, у них имен просто нету, по которым мы их различать можем. А, в этом плане, ясно. Ну, вот есть такой пример, вот недавно я совсем прочитал в одной статье Шапира, где он там рассуждает по поводу тоже и минусы, он там говорит, что вот есть такие странные структуры, с которыми мы в обычной жизни сталкиваемся, например, четыре ноги моей кошки. Ну, как бы в некотором смысле мы можем абстрагироваться от того, что у кошки есть передние ноги и задние, левые и правые, и получим такую вот структуру, которая будет изоморфно непомеченному графу без ребер. Ну, и тогда как бы получается так, что с точки зрения шапировского структурализма, вообще-то, говоря, там только один объект находится в этой структуре, хотя Шапиров говорит, что ну, как бы там вообще-то их четыре, четыре ноги, а мы их различить не можем. То есть, если бы мы их назвали как-то, если бы мы их обозначили как переднее левое, например, и там переднее правое, тогда бы мы их различали. Понято. Все, стало лучше, да? Так, ну что, еще какие-то вопросы, прояснения? Видимо, никаких больше нету. Ну, еще раз спасибо за доклад. Ага, пожалуйста, это было трудно, а с техническими трудностями неделю назад я еще труднее. Ну, в общем, извините еще раз за это. Вот. Ладно, всем спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Пока.